Давайте посмотрим, как нам установить образ GNS3 для VirtualBox. Но у нас GNS3 состоит, собственно, из клиента GNS-ГУЙ сервера и средств разной виртуализации разных виртуальных машин, которые вам, собственно, нужно поставить для того, чтобы не устанавливать эти виртуальные машины отдельно, потому что могут возникнуть проблемы на разных системах. Мы можем использовать уже готовый образ для какого-то виртуализатора. Ну, в частности, для работы на десктопе предполагается использовать или VirtualBox, или VMware. Вот. Установка образа виртуальной машины. Ну, в первую очередь, когда вы установили средства GNS, вы должны точно такую же версию образа устанавливать. Вот у нас на этой странице находятся эти образы. Вот вас интересуют вот эти два варианта, VirtualBox и VMware. Они просто подключаются как виртуальные машины. Остальные типы образов подключаются как удаленные косты, то есть там другого конфигурирования. Ну, можно отсюда скачать, а можно вот выбрать из релизов. Вот для релиза есть и сами GNS, и комплект для GNS для Windows, который у вас уже должен быть установлен. Ну, и разного образа виртуальной машины. Вот у нас, смотрите, есть Virtual VMware Workstation, VMware PSXI, это у нас совершенно другой продукт, VMware для работы на голом железе. Он примерно соответствует KVM, как раз VirtualBox, то, что мы сейчас будем смотреть. Hyper-V это под Windows. Значит, еще раз обращу внимание, что там сервер GNS работает по-разному с удаленными и виртуальными машинами. Под виртуальную машину он понимает только VMware Workstation и VirtualBox, все остальные варианты он воспринимает как удаленные машины. Мы их сейчас не рассматриваем. Ну вот, вы установили, скачали. Дальше вы должны настроить вложенную виртуализацию. Ну, давайте мы начнем с того, что скачаем и начнем работать с ней. Итак, выбрали VirtualBox. Вот мы используем версию 2.2.3.1. Естественно, это будет та версия, которая у вас установлена. Вы проверьте, какую версию GNS вы установили. И именно под эту версию GNS скачивайте виртуальную машину. Иначе работать не будет. Я устанавливаю вот у меня специальная папка для всех виртуальных машин в ARVM. У вас установка идет куда вы захотите. Но вначале у нас же не установка. Это вы во временную папку скачиваете образ и выразить мир образа интересный. Ух ты. Полтора гигабайта. Если вы это делаете в дисплейном классе, то еще раз вначале смотрите, какая версия GNS стоит у вас. Под эту версию скачиваете образ и размещаете в папке варт.мп и ваше имя. Потому что варт.мп у нас достаточно большая папка и находится на локальном диске. На сетевом диске у вас времени, места не будет для этого. как не очень быстро качается, конечно. Не самая быстрая сеть, но вот как вот ну естественно гитхаб тут он находит наиболее оптимальное место откуда скачать. Ну естественно не на гитхабе находятся эти имиджи, то есть на гитхабе только гид находится, вот эти ассет имиджи находятся на в каком-то облаке. Под конец скорость падает, как всегда. Качалась. Это у нас запакованный образ. Anzip делаем, распаковываем. Внутри OVA образ. Это образ для импорта виртуальной машины. Вот у нас есть и дальше у нас нужно ее импортировать и получим образ для работы. Давайте запустим VirtualBox. файл импорт конфигурации. вот у нас этот файл. параметры на базе Ubuntu. Папка машины мне это не нужно. Я еще рассказал, что я делаю параметры. А вы делаете если на своей домашней машине, то можете не изменять папку машины. и если вы делаете в дисплейном классе, тогда в арт.мп делаете и имя свое добавляете в арт.мп и ваш логин. Значит жесткие диски как VDI это родной формат для вертолбокса. Новые MAC-адреса для всех адаптеров сетевых. Ну, потому что тут идут с определенными MAC-адресами. есть в дисплейном классах вы будете делать при одновременном запуске могут быть проблемы, могут и не быть. Значит, вот у нас он импортировал дальше у нас очень важная вещь это вложенная виртуализация. Дело в том, что этот образ, который у нас работает в виде виртуальной машины, он у нас дополнительно внутри запускает другие виртуальные машины. Вот у нас можно виртуализацию настроить графическим способом. Вот у нас настройка система процессор включить виртуализацию. Значит, видите, виртуализация не включается, то исключить ее невозможно. Кстати, поэтому-то и рекомендуют применение для такого случая VMware, поскольку у нее технология вложенной виртуализации работает вполне хорошо, а вот на виртуал боксе могут быть некоторые проблемы. Сейчас о нем дисплей. Ну, нам тут безразличен дисплей, но если вас нервирует, это пишет 10 мегабайт хочу. Пусть будет. И что? И поменять на VM SVGA. Ну, хорошо. Значит, мы не можем включить этот сложок, без этого работать у нас ничего не будет. Итак, для того, чтобы включить, можно использовать командную руку. Итак, мы посмотрим, какие у нас есть виртуальные машины. VMS, это GNS VVM, ну, вот так вот с пробелом названия. и VBox Manage Modify VM, именно имя виртуальной машины перепишем. Дальше можно использовать то, что написано в руководстве, можно Enter сделать и догадаться, какой же нам нужен параметр. Наверное, в параметре должно быть Nested написано. Вот, 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 вот. Наверное, вот это вот, да? проверим. Нет, это не та. Nested HV Virtualization. Вот так найти невозможно. Так. Так. это я делаю потому что лично я например и параметры точное написание никогда не помню и всегда по толпу смотрю вот давайте посмотрим что у нас изменилось настройки система процессор галочка поставлена с мы запустим и проверим как все работает вот мы запускаем вот что мы видим нас интересует вот эта строчка kvm support available true то есть вложенная виртуализация работает это то что нам нужно и плюс к этому вот наш адрес 192 168 56 110 давайте мы попробуем пропинговать 192 168 56 110 да пингуется наша системка системы пингуется тут вот вы можете посмотреть какие опции есть тут можно обновить ваш ваш виртуальную машину если у вас там достаточно образов набрано вы можете и обновить прямо онлайн тут я хочу показать как это выглядит вот у нас виртуальная машина сгенерилась и хочу обратить внимание что тут два диска первый диск это 4 гигабайта диск сама операционная система с виртуал боксом второй диск это диск куда будут складываться те образы систем все образы оборудования которые вы установите что тут еще может быть вот вам вот это вот шринг это для того чтобы почистить диски а потом их сжать если нужно будет их переносить дело в том что виртуальные диски которые не верт ну да в идее они имеют свойство разрастаться и заполняться пустыми блоками вот с помощью вот этой опции мы просто эти пустые блоки чистим и потом сжимаем с помощью утилит виртуал бокса на наши диски и все они уменьшаются в размерах достаточно сильно после этого можем их перенести на другую машину например ну или будет место на нашей машине так и так все что нужно мы сделали то есть поддерживает наша машина вложенную виртуализацию ну и теперь мы собственно сделаем итак у нас тут как мы видим 56 давайте вот тут я тоже исправлю чтобы было у него 10 вот чтобы было видно что такой же как и у нас появился итак давайте мы запустим гнс 3 значит вот у нас тут идет настройка настройка поскольку у нас нет настроечных файлов то они у нас запрос идет на настройку wizard а в линюксе я просто покажу где эти файлы могут лежат это у нас настройка находится в конфиге вот гнс3 вот конфиг находится и для дополнительных файлов это вот какой-то древний и для дополнительных файлов у нас есть каталог гнс3 тут можно ставить образы аппаратуры appliance вот когда мы будем ставить мы видим что ее можно ставить как на виртуальный виртуальную машину так локально здесь а гнс состоит из двух частей тут гнс3 визер интерфейс график визер интерфейс и гнс3 сервер и вот собственно управлением что где находится как взаимодействует это сервер делает это конфиги по умолчанию для цисковского оборудования и для vps виртуальные персональные машины вот можно сделать ее конфиг по умолчанию к сожалению не для всякого оборудования он поддерживает конфиги по умолчанию так было бы удобно конечно но на данный момент к сожалению вот цисковский поддерживает свои так далее так у нас вот я говорил ремонт сервер удаленный сервер это вот разные другие варианты виртуализации а вот виртуобокс и vmware это виртуальная машина next а сервер порт оставляем значит вместо local хоста выбираем вот этот адрес у нас адрес информация информация вот он что 192 168 56 мы вот этот адрес 192 168 56 1 выбираем то есть вместо хостовой части вставляем единицу порт не меняем смысла нет так вот мы подключаемся подключились это он по умолчанию пытается использовать vmware ну и соответственно не находит туз тузов тузов vmware а у нас не vmware у нас virtualbox выбрали вот он пересчитал virtualbox выбрал правильную машину ну что вот я бы вот как минимум 2 сделал и ram size 2.48 ну честно сказать это маловато это минимум можно поставить побольше ну скажем я бы поставил ну скажем 4 себе а тут бы поставил 16 при этом параметры после перезагрузки параметры виртуальной машины будут изменится ну вот собственно все ну вот эта ошибка вот она связана с тем что он по молчанию vmware хочет запустить а я думаю мы установили давайте проверим а ну да вот это все значит памяти 2 48 то есть 2 гигабайта это минимальное можно побольше как вы как вы желаете да процессорных ядер ну он по умолчанию один дает но когда сеть побольше становится желательно и процессорных ядер побольше ну в принципе вот у нас все мы теперь можем все это отключить вот у нас есть shutdown ну и выключить нет у нас gns наш файл выключили вот там у нас в настройках стоит отключение виртуальной машины если вы посмотрите настройки то есть при выключении графического интерфейса он выключает виртуальную машину если вы не хотите этого делать то в настройках потом поменяйте это берите отключение виртуальной машины ну и так же вы сможете поправить во время работы и значит количество количество памяти и количество ядер ну и кроме того поддерживается веб интерфейс но опять же он идет в комплекте к серверу то есть у вас должен быть комплект из сервера и графической части и туда же еще веб интерфейс если есть желание то можно использовать и веб интерфейс но как он выглядит можно посмотреть значит он гнс при запуске должен сам запускать виртуальную машину это не всегда и мне удобнее запускать виртуальную машину отдельно а потом уже я запустил гнс3 значит вот у нас тут wizard можно его запустить если вы поменяете конфигурацию и у нас edit preferences вот она настройка значит настройка следующих вещей это у нас удаленное подключение то есть вот сервер у нас локально крутится в комплекте входит вот этот гнс виртуальная машина а при запуске при выключении гнс3 мы выключаем виртуальную машину и можем виртуальную машину запускать без запуска вот этого графического интерфейса просто покажу как у нас веб-интерфейс ну вот так вот веб-интерфейс выглядит настройки настройки так далее значит что нам тут интересно в настройках в настройках интересно терминал вот general console applications он у нас по умолчанию экстерм предлагает мне edit нажимаю и выбираю тут kde консоль вот мне больше нравится работа с kde консоль настройки настройки spice тоже протокол доступа тут мы можем при вот топология которая у нас рисуется мы можем конфигурацию при запуске определенно задавать то есть метки grid клетку да клетку у нас и прилипание клетки наших элементов ну и тут мы можем шрифт поменять ну это если вам хочется да ну и всякие дополнительные вещи значит внс у нас у нас мог быть апплайенсы которые запускают скажем десктоп linux например и вот поскольку там графический десктоп по нему нужно не текстовое подключение а графическое для этого vnc spice используется ну окей да ну вот все вы в принципе можете работать с ним значит элементы это у нас роутеры ничего не установлено это у нас свитчи это у нас компьютеры дополнительно тут cloud и над для подсоединения к нашему внешнему pc это у нас для безопасности firewall всякие над и так далее это вот все подряд вот ну и это у нас рисовалка линков тут линки одни и те же то есть нельзя разделить кроссовый не кроссовый ну мы считаем что тут все само собой конфигурится ну вот пожалуй и все мы установили и теперь можем работать веб интерфейс тоже нам не нужен и автоматом вырубилась машина ну вот и все а а вы вы мы Продолжение следует...